Битва, которая длилась 200 дней и ночей, и изменила историю. Сегодня 74 года победе под Сталинградом. Именно это великое сражение стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Победа далась с огромной ценой. И сегодня о событиях того дня говорят со слезами на глазах и с гордостью за подвиги наших солдат. Из Волгограда репортаж Елена Пич. Волгоградские историки удивляются. Почему-то именно здание мельницы, оставленное как напоминание о разрушенном фашистами Сталинграде, многие считают тем самым легендарным домом Павлова. На самом деле вот он. По просьбе тех, кто его защищал, после войны дом восстановили. Он известен как символ мужества и стойкости. Пулеметчики на втором, снайперы на четвертом. Два месяца. Небольшая группа бойцов удерживала это здание и не давала фашистам прорваться здесь к Волге. Но мало кто знает, что во время этих безостановочных боев в подвале дома оставались женщины и дети. Вот этот подвал. Вот здесь были. Зинаиде Андреевой было тогда несколько недель от роду. Ее мама вместе с другими мирными жителями пряталась здесь от непрекращающихся бомбежек и обстрелов. Хлебный мякиш в марле вместо соски и пеленки из портянок. В горящем городе среди стрельбы и взрывов крошечной девочке у солдат отношение было особое. Потому что так говорят, что я была ребенком, это как символ жизни. Потому что у них дома тоже были свои дети. На фотографиях в альбоме Андреевой те самые уцелевшие защитники дома. После войны они отыскали свою крестницу. До сих пор она помнит их всех до одного. Ну вот я расскажу про Тургунова, у которого 16 детей, много внуков и правнуков. Он говорил, сколько у меня погибло здесь моих друзей боевых, столько у меня будет детей. И он первый меня назвал дочкой. Уличные бои в Сталинграде до сих пор изучают в военных академиях мира. В учебниках истории единственный пример пленения фельдмаршала в Сталинградском универмаге. Сотрудники музея, энтузиасты эту страницу битвы на Волге реконструируют с документальной точностью. Русская и немецкая речь, отрывистые фразы и, кажется, нервные напряжения. В конце концов, тогда там, за стенами универмага, еще шли бои. А здесь, в подвале, который был буквально забит сотнями фашистов, полтора десятка наших солдат и офицеров требовали, чтобы в плен сдались фельдмаршал и вся его элитная 6-я армия вермахта. Я прибыл сюда не вести переговоры о капитуляции, а принимать саму капитуляцию. Вслед за Паулюсом в плен сдались 24 генерала и около 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Судьба сражения уже была предрешена, но вереницы пленных, которые вели по улицам Сталинграда, окончательно разрушили миф о непобедимости Гитлера. Накануне сотрудники правоохранительных органов почтили память своих коллег, бойцов 10-й дивизин КВД. В июле 42-го они первыми встали на защиту города. Открытый урок истории для школьников провели возле памятника собакам-подрывникам. На подступах к Сталинграду ими было уничтожено больше ста немецких танков. На улицах города в эти дни раздают номер газеты «Сталинградская правда» за февраль 43-го года. Вверху вместо названия крупными буквами «Сталинград очищен от фашистской мрази». Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Волгоград.